Виноград дорос до верхней проволоки. Сегодня я рассказываю, что с этим делать. А также подробно обсуждаем такой агроприем на винограднике, как чеканка. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами вращение винограда, понятно и доступно. Итак, еще раз наша ситуация. Виноградные лозы доросли до верхней проволоки. Что дальше делать? Дальше у нас есть несколько вариантов развития событий. Вариант первый. Если у нас есть какая-то сверху еще плоскость, то мы можем пустить эти побеги в эту самую верхнюю горизонтальную плоскость. Вариант второй. Сформировать свисающий прирост. Но тогда нам не просто вот так надо оставлять, а сделать небольшой переход в виде какой-то наклонной плоскости. И тогда пустить побеги, свисать вниз. Но сразу говорю, что для нашего региона это не самый удачный вариант. Остальные побеги будут затеняться, будет хуже проветривание. В общем-то мы несколько лет назад это попробовали и для себя решили, что нет. Этот вариант нам не подходит. И вариант номер три. Это чеканка. То есть укорочение верхней части побега. Что нам важно при чеканке? Оставить пасынки. Мы, как правило, оставляем два выше проволоки. Смотрите, раз пасынок, два пасынок. И вот здесь я обрезаю. Следующий побег. Смотрите, ну этот пасынок ниже проволоки. Раз пасынок, два пасынок. Ну а следующий уже высоко. Я высоко не полезу, я и так на ступочке стою. Поэтому я обрезаю вот здесь. Какие в этой операции есть нюансы? Первое. Мы оставляем пасынки специально, чтобы у нас были точки роста. Также вы можете встретить информацию, что чеканка проводится в определенные сроки с целью улучшения возревания побегов. Да, это действительно может быть так, но, опять же, надо четко понимать, что в определенные сроки это не условно конец августа, 15 сентября или еще какая-то дата. Это определенная фаза развития побега. Если вы чуть-чуть не туда попали, то никакого смысла в этом не будет. И, в общем-то, у многих авторов, где я читала про чеканку и влияние ее на возревание побегов, данные разные. Поэтому, ну, спорный момент. И делаем мы эту операцию не с целью улучшения возревания побегов, а потому что у нас все. Дальше расти некуда. Верхнее можно, конечно, на крышу запускать, но до туда мы не долезем. Поэтому там в дальнейшем наши виноградные лозы могут болеть, но это не наш интерес. Поэтому мы проводим эту самую чеканку. Так вот, сейчас у нас сегодня 16 июня. Да, и как мы видим, уже у нас виноград дорос до верхней проволоки. То есть вот какой у него хороший бурный рост. При этом вкус не жирует, он абсолютно нормально развивается. Мы так сложились условия, что ему хорошо и комфортно. И вот для чего мы оставили пасынки сверху? Для того, чтобы были точки роста. Побегам обязательно нужны точки роста, иначе он их найдет. Мы с вами говорили и обсуждали эти моменты в ролике про пасынки. И кто не смотрел, ссылку в описании я оставлю. Значит, мы оставляем пасынки верхние. Обязательно, хотя бы два. Также смотрите, что делаем мы. Вот это тоже пасынок. Да, и вот это пасынок. Вот нам надо догрузить куст. И мы эти пасынки оставляем. Есть куда оставить, да, они тут не мешают. Поэтому мы их оставляем. При этом я хочу еще обратить ваше внимание. Вот левая часть куста, да, и вот здесь правая часть куста у окошка. Видите разница побегов? Это один куст. Да, но вот один край у нас вообще так хорошо, мощно растет. Второй помедленнее. То есть сам по себе куст нагружен хорошо. Да, но видите, что вот там есть побеги, вот они до верхней пополки у нас уже доросли в начале лета. И мы немножечко будем их рост перераспределять. Но в дальнейшем, когда вот эти пасынки активно упадут в рост и начнут нам здесь сверху создавать загущение, мы их тоже будем укорачивать. Но при этом не забывать, что точка роста нам нужна. И мы ее будем оставлять. Мы, например, можем укорачивать верхний пасынок. Будет расти нижний, а там будет открываться пасынок второго порядка. Ну а дальше уже будем видеть по необходимости кого-то немножко обрезать, либо прищипывать. Тут еще может какая-то ситуация сложиться. Вот сейчас этот кустациум, он может начать наливать ягоду, и в этот момент весь рост остановится. Такое тоже бывает, и мы это ни разу замечали на своих лозах. Поэтому будем смотреть и наблюдать. А пока делаем вот такой агротехнический прием. Конечно, желательно чеканок проводить в более поздние сроки. Но так складываются обстоятельства. Есть кусты, которые вот так вот хорошо активно растут. Мы понимаем, что дальше уже некуда им расти. Мы не хотим там загущения, мы не хотим там болезней. Соответственно, мы проводим чеканку. Самое важное – это оставлять точки роста в виде пасынков. И предвижу ваш вопрос. А если лозы не дорастают до верхней проволоки, надо ли их чеканить и в какое время с целью возревания побегов? Как я уже сказала, это такой очень тонкий, спорный момент. И никто из авторов точно не определился, вот в какой срок это делать и действительно ли это работает. Где-то может сработать, где-то может не сработать. И тут опять же важна не какая-то дата, а развитие, стадия развития каждого конкретного куста в каждом конкретном регионе. Мы ничего не делаем. Если не дорос до верхней проволоки, значит ничего мы ни чеканим, ни не прищипываем. Если дорос, дальше расти некуда, тогда чеканим. Как делать вам? Вы, конечно же, решайте сами. Свои рекомендации и свое мнение мы высказали. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на ролик про пасынки и наши контакты. И до новых встреч!